28 января прошло 9 дней нашего последнего метропутешествия едем абсолютно в противоположную сторону не будем говорить куда мы едем а то мы тоже говорили, а потом не доехали вот как настроение есть, так едем о, свет включили настроение не будет так обратно развернемся а сегодня суббота, да? да, суббота суббота, поэтому все спят еще новогодние украшения у нас еще не сняли сейчас так поверни вот так туда-сюда что-то в елку еще поди тут пускай быть и новогодние украшения мне кажется целый год присветились но если им не жалко, конечно, электричество так по идее елки нет елки нет сейчас по площади проедем посмотрим, что получается и тут уже елку разобрали а вот буквально она была дня 3 назад 100% но сейчас прокатимся все елки нету взяли бы оставили какая экономия а то разобрать собрать собрать собрали бы и пускай бы настояла и светилась бы каждый день где-то мороза только оставили где-то это снегурочка это снегурочка и 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 тронется Вчера 27-го было угроза схода Лавин. Угроза схода Лавин и 20 метров в секунду ветер. Вчера было, да, действительно, я вчера снег чистил с крыши. Это место тренажерного зала, всем советую. Очень хорошо способствует развитию мышц всех абсолютно. Но мы первый раз едем в этом направлении, по крайней мере в январе такой погоды не было. У нас на крещении в этом году не было мороза, но как бы он был там за городом, но в городе не странно не было. За городом там мы выехали 25 было. Будем посмотреть. Какое небо голубое. Мы не сторонники разбоя. На дурака не ложит нож. Ему покажешь медный грош и делай с ним что бошь. Арлан Быков и Алиса. Алиса Алиса. А как его фамилия? Жены его не помнишь? Да было. Приключения Буратино. Я хотел сказать Алиса Френдли. Алиса 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 Алиса. Ну вот про ветер нас не обманули. Метет так нормально. Тем более с учетом того что еще горы. Метет реально вообще. Алиса Алиса. То есть если там сейчас выйдем на открытое пространство. Я думаю там точно будет мести. Здесь вот смотрите. Несмотря на нашу субору. Видите. Поземочка такая. На колесах чувствуется реально. И тут видите уже как на мелом. Нормально. С этой стороны. Снежная пустыня. Нормальные барханчики. Нормальные барханчики. В общем пока асфальт точно мы будем ехать. А потом вот это если будет. Это вот налетим. Нам и так не нравится. У нас машина ведет себя неадекватно. На этих налетях. Как-то тянет куда-то. Поэтому скорее всего. Короче едем пока асфальт. Это мы вам обещаем. Сто процентов. Ну все. Вот он вам восходик. Останавливаться мы не будем. Особо желающих. Смотреть на восходы нету. Хотя я всегда говорю. Загадывайте желание на восход солнца. Но это надо как бы еще на гору подняться. Конечно если. По траектории идти с. Горой Моисея. Обязательно надо подняться на гору. И встретить там восход солнца. А подниматься надо ночью обязательно. И тогда у вас все будет. Ну не материальное конечно только. Нематериальное. Ну здорово. Мы уже считай все. Поймали свой лучик света. Мы уже счастливы и довольны. Даже если вдруг отсюда даже вернемся обратно. И то это здорово что у солнца. Ну вот смотрите. Две стороны одного города. Туда выезжаем уже. Дорога на Белоусовку. Там пробка. Величилась автомобиль. А здесь нету снега. Это как так. Может это что. Чуть часа. Вот смотрите. Вот видите. Тут нормально можно скотину пасти еще. Вон смотрите сколько всего торчит. Чем меньше снега тем естественно для скотины это лучше. Ну мы сейчас ехали видели там лошадок очень много. Он там гуляет. Возле Самсоновки. Наташа говорит что они едят. Я говорю вот что темное то они все и съедают. Только удивляется как животные питаются вот этими консервами всю зиму. И не только пронакопытные имеется ввиду. А особенно дикие вот эти лоси, косули, олени. Чудо вообще. А с той стороны там от снега люди. Бедные плакали даже в начале января. Но не все конечно. Некоторые. Да хотели вам. Но нет не получается. У меня не получилось. Солнце хотели снять как восход и заход. Сейчас мы раз. Проехали. Вот за этими горками. Оно раз спряталось. Потом раз. И резко появилось. Но тут тоже конечно вот заметало. В некоторых местах. Но смотрите какая дорога открытая. В сторону Бридера. Таких асфальтированных участков вообще и практически нет. Солнце не хватает. Зимой это класс. Зимой солнца не хватает. Витамин дождь. Да говорят. Зимой. А вот летом. Особенно летом. Жестко бывает. Светит. Солнышко. Светит. У нас даже очки же есть. Витамин дождь. Сейчас ты практически сняла. Закат правильно? Оно было и всплыло. А сейчас мы снимем. Наверное очевидно. Вот вам рассвет. На солнце найди. Ну тут жёстко вообще. Вот встреча рассветов тоже видите. В жизни так всё да. Вроде всё хорошо. Но что-то не очень хорошо. Вроде все замечательно. Но что-то не очень. Но главное быть оптимистом. И все тогда в жизни получится. Мне вчера знакомый позвонил. Рассказывал как он уехал. В начале января. Но он такой. И дракон. Уехал в начале января в Ридер. А трассу там перекрыли. Не знаю. С первого по третьей. Я не помню. И начинает очистить. Из-за того что бензин начал кончаться в Ридере. Только из-за бензовоза. И они ехали с Ридера машин 70. Ехали и поставили так. Джип легковая. Джип легковая. Потому что легковухи не могли. Вниз вверх. Вниз вверх. Вот когда я вниз на скорости. У меня машину. Начало заносить. И он говорит. И легковухи тоже начинает заносить. Потому что они скорость набирают. Чтобы вверх забраться. А переднеприводные же. Ну такие как у меня. И все. И потом на джипах их тянули. Представляете какое братство было. 60 машин. Доехали потом. Оператор наверное вам не снял. Сейчас тоже резко был. Резкий восход солнца. Ну если такая дорога будет. Так мы и до переправы доберемся. Первый раз в жизни кстати. По моему. Я. Нет. Ну не первый раз. Я ездил. Ну потом ездили там. А мы ездили. И доехали мы. На маркоколе. На маркоколе. На маркоколе. Зимой. Да. Был такой Саша Алишенко. Кстати. Мой дальний родственник. У него отец был. Прокурором. Севепалатинской области. И вот мы с ним ездили. На маркоколе. Ловить. Устачал. И вот только тогда. Ну и то помогу. Я там проспал. В вазике. Мы в Ухан. Ехали. Таргенское ущелье. Начинается. Вот сколько проехали. Снега. Вот. Прямо. Для. Выпаса скотины. Ну не идеально. Но я думаю. Неплохо. Видите. По сути. Мышь. Вот еще нормально. Наша любимая речка. Мы тут. Иногда. Когда тоже. Вот тут. Просыпаемся. Но летом. То утро. Это начинается. У нас. Часа в 3. Наверное. Чтобы нам собраться. Чтобы выйти. До восхода солнца. Вот она. Речушка. она залезает интересно но торгинское ущелье смотрите снега нету роза схода лавин отсутствует вообще потому что нету ну скорее всего да там новомыше должно быть потому что расстреливались пушечек наши горы я уж не говорю про горную бинку горной бинка там как бы неплохо все со снегом там нормально а здесь соответственно вроде как и горы я всегда думал почему здесь нету канаток а здесь их не может быть так называемый я так понимаю южный берег крыма хотя на уши конечно тоже можно что-нибудь там соорудить вот мы назовем вот торгинский перевал потому что мы сейчас достаточно долго поднимались так и уж куда завозило тоже здесь наверно высокая . во первых снега как бы здесь побольше ну я думаю 1000 чем-то это сто процентов это 150 если у мышь там около двух тысяч если с него мы как-то ехали да в огневку я еще удивился оказывается практически на каждый год да такой чистый асфальт почти ну потому что это южный берег в этой стороне и арбузы растут самарские арбузы курчонские арбузы холодок который у нас у нас еще три арбуза представляете осталось три последний восьмого марта и распечатать тут можно носиться но мы не носимся потому что нам шипы дороже километров 80 стараемся ехать нам еще шипы пригодятся наверно потому что нам в сторону ридера еще может быть придется хотя этой зимой навряд ли уже наверное уже весной поедем потом жирки и смотреть смотрели с этих снежных заносов их них снежных сугробов это Таинтинская долина долина, озер, Таинты, верхний, нижний у нас где озера там их много кстати и там где монастыри тоже много озер нам если посмотреть по лагам там вообще они идут до Калининского и где Таинты много озер и где Сибины много озер мне кажется там они от Балхаша и тянутся мне кажется это вот достатки какого-то подземного или это выход подземный какой-то конкретной реки огромной, древней реки огромной, древней это что-то есть а у у у у у